Долгострой под окнами. Именно так назвали строящийся детский сад на Гладково жильцы близлежащих домов. Выросший в последние годы жилой массив так и остается без детского учреждения. А жители микрорайона вынуждены возить своих детей в другие районы города. Или дожидаться, когда строители сдадут объект. Генподряд на возведение детсада на Гладково выиграла строительная фирма «Парнас». Контракт с администрацией Чебоксар она заключила еще в апреле 2011 года. Но детсад до сих пор не ввела в эксплуатацию. Сроки сдачи неоднократно переносила. Это вызывает серьезные нарекания со стороны властей. Сегодня на стройплощадку приехал глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Вывески с характеристиками объекта, на которые обычно указаны его сроки сдачи, на стройплощадке не видно. Детсад на 235 мест строители должны были закончить еще в прошлом году. Тогда город смог бы сократить очередность в ДОУ и снять ажиотаж. Но долгожданного открытия так и не случилось. А представитель подрядчика сегодня назвал новые сроки рапортуя о ходе работ. По нашему в сентябре будем заниматься. Спецработы сейчас вот и Юрий Аковлевич, можно сказать. Отопление практически, ну где-то порядка 85% смонтированных холодной горячей воды. Канализация смонтирована. Вот наружные работы у нас остались. По наружке канализации процентов 30. Вот врезаемся мы здесь в городской коллекции. Так. По теплотрассе, значит, трубы завезли, разложили по лоткам, начинаем варить. То есть теплоситель, думаю, за две недели мы закончим, закроем теплотрассу. Через недели три стройфирма обещает перейти к отделке. Успеют ли к новому рубежу, самим же обозначенному, сомнительно. Сегодня в здании, общая площадь которого свыше 6000 квадратных метров, трудится всего 35 человек. Это по данным подрядчика, пятеро на Кроули. 50 человек вот сделали бы его, за неделю они сделают. И вот что у вас сейчас там, 5 человек работают? Нет, они сейчас утеплители раскладывают. То есть по 2 килограмм весом. Тут толпу нагонять смысла нет. Сейчас керамзит придет, поднимем, тогда людей добавим на Кроули. Проблем с финансированием нет. Работы выполняются, средства перечисляются. Более того, деньги просто лежат и не осваиваются, комментируют городские власти. Почему не укладываются в срок, предусмотренный контрактом? Основной вопрос, на который у строительной фирмы заготовлены свои ответы. Ну, по контракту должны были сдать в прошлом году. По техническим причинам на 10 месяцев сделала строительство. Почему, пожалуйста, я могу вам писем предоставить все эти вещи. Ну, а как, свайное поле перебили, вместо трехметровых свай били, 9-метровые. Количество свай добавилось. Свай 20 дней живет, отдыхает, потом ее, значит, проверяет, испытывает на нагрузку. Можно рубить ее, выставлять, значит, ростверк. Ростверк сделали, 21 день, 75% просят обид, то он надо принимать. То есть везде идет технология. Ребенок рождается через 9 месяцев. В Новоюжном микрорайоне садик сдали 7-8 месяцев раз. В Юго-Западном садик за полгода он сдаст сейчас. Вот он в сентябре сдал. Потому что я 2 мая проезжал, они работали 2 мая. Вы видите ли, сами живете, говорите там. К слову, у Парнаса обязательства еще по детскому саду в поселке Кугесе и полигону ТБО. Но и там, и там также отставание от графика. Ну, а ход работ на Гладкова Леонид Черкесов вынужденно взял под личный контроль. Каждый день лично ко мне отчет, сколько человек работает, объем работы. Ежедневно даете отчет по этому объекту. Однако такие или похожие ответы звучат на всех парнасовских объектах уже год.